Всем привет! Сегодня мы собрались посетить старый город Сиде и водопад Манавгат. Едем своим ходом, арендовали машину. Машина по стоимости была 40 долларов, была скидка 36 долларов нам обошлось, детское кресло 6 долларов. Итого мы заплатили 42 доллара. Это фонтан, второй век нашей эры. В то время он был высотой 5 метров, шириной 35 метров, что поистине было грандиозно на те времена. Тревнейший город Сиде называют музеем под открытым небом. Это одно из самых красивых мест турецкого побережья. Название города Сиде, древнего местного диалекта, переводится как гранат. Существует версия, что имя местности было дано в честь Артемиды, богини плодородия. А плод гранат, как известно, символизирует изобилие и плодовитость. Проходим дальше. И перед нами открывается главная улица, где по бокам множество колонн. Прогуливаясь по данной улице, мы пытались окунуться в те времена, наблюдая колонны, развалины. А когда-то здесь были магазины, шла торговля, было очень много людей. Так, по окраине мы видим с вами их дома. Хижины у них были небольшие. Дальник буквально стены. Вот все, что есть. Прогуливаясь дальше по улице, мы увидим различные останки. Возможно, это был кувшин, ибо древняя какая-то ваза. Можно прикоснуться к истории. Прогуливаемся дальше. Вот сохранился армамент. Здесь этим камням очень много лет. Продвигаемся дальше. Здесь я собралась на одну из расфалин. Видим, это, скорее всего, был вход. Видите, такая полуарка. Это окно. Все завалено, но в своей голове можно представить, как это все было в те времена. Дальше пройдем с вами на улицу, которая находилась между домов. Видите, проход очень узкий. Видимо, на телегах они здесь не ездили, а просто ходили пешком. Прямо у амфитеатра расположилась агора. Рыночная площадь – одна из важных артерий старого города. Здесь было все – и рынок с его лавками ремесленников, и общественные собрания. В самом центре площади расположился храм богини Тихи, а также на данной площади был крупнейший рынок рабов на побережье того времени. Проходим через хорошо сохранившуюся монументальную арку, через которую проезжают городские машины. Когда-то через нее въезжали в город античные герои. Это монументальный фонтан, датируется вторым столетиям нашей эстерии. Он частично отремонтирован. Мы сейчас продвигаемся к ассам, чтобы зайти в амфитеатр. Платный. Входим в амфитеатр. Можно и с коляской пройти. Посмотрим, где проходили гаводиатрские бои. Предположительно, амфитеатр был построен в эпоху римского владычества, когда Сиде был частью процветающей торговой колонии. Сооружение достаточно хорошо сохранилось до наших дней, несмотря на свой солидный возраст. Театр в Сиде мог вмещать около 20 тысяч зрителей. Зрительские ряды разделены на две части широким проходом. В нижней секции 22 ряда ступеней, разделенных на 11 секторов. В верхней части рядов было 29, но в наше время часть из них разрушена. Раньше внешний фасад амфитеатра был двухэтажным, но сейчас мы видим только нижнюю его часть, украшенную аркадами, ряд одинаковых по форме и размерам арок, опирающихся на колонны. Сцена этого театра включала сооружение, которое в эллинистической Греции назывались гена. Она предназначена для переодевания актеров и площадка, на которой играли актеры. Еще одна часть сцены – орхестра, круглая или полукруглая площадка, на которой хоры пели дифирамбы. Во времена владычества Римской империи высокое искусство отошло на второй план. В приоритете оказались галдиаторские бои и сражения с декими животными. Театр перестроили, добавили толстую стену, отделяющую зрителей. Она не только защищала посетителей от несчастных случаев, но и позволяла наполнить площадку водой, чтобы устраивать сцены морских сражений. От амфитеатра мы повернули налево и еще раз налево и вышли к стене. Крепостные стены увенчаны в большей части прямоугольной, частично округлой формы башни. Проходим через турникет. И перед нами раскинулись древние развалины. Развалины оказались в Низине. В глаза образаются более-менее сохранившиеся остатки здания. Государственная агора, античная площадь. Здесь также можно наблюдать продажу различных сувениров. Продвигаемся дальше. Идем к агоре. Агора окружена портиком с сионическими колоннами. Она использовалась для проведения официальных церемоний. Возле площади находились императорский зал и библиотека, а также зал для совещаний. Сохранились стены с красивой резьбой и их отдельные фрагменты. Пройти к данной площади можно также через аллею Кавон, которую я показывала в начале ролика. Данные развалины находятся прямо у набережной. Если пройти чуть прямо, то мы выйдем к морю. Старый город Сиде впечатляет своей масштабностью. По данным развалинам мы ходили порядка трех часов. Добраться до данных развалин можно либо на маршрутке, либо на такси. Экскурсию не обязательно брать. Вход платный только в амфитеатр. И также есть музей, в который мы не ходили. А сейчас нам предстоит дорога к храму Аполлона. Мы повернули обратно к турникету и пошли-ка по набережной. Идем по побережью. Здесь уютное фафе. Площадка с качелями. Вон, виднеется пляж. Сейчас мы посмотрим, что спрежит. Море. Площадка с качелями. На улочках можете попить свежий выжатый сок. Стоит по 2 доллара. Мы попили апельсиновый. И страна. Лавочки, торговля небольшая. 700 метров от амфитеатра находится храм Аполлона. Рядом находится храм Афины. Сейчас там идет реставрация и частичное восстановление стены сводов. Вокруг лежат пронумерованные блоки и части мраморного декора. Доступов в храм Афины нет. Храм Аполлона в Сиде построен во втором веке нашей эры. В честь бога Аполлона. Значительно пострадав при земле трясения 10 века. До наших дней сохранились только 5 целых колонн. Камушки, как всегда, храм Аполлона и яхты, кораблики. Вот и закончился старый город. И мы ходим уже в более современные постройки. Здесь небольшие улочки. Они тоже нам очень сильно понравились. Небольшие домики в одном стиле. Куча различных лавок со сладостями, мороженым, сувенирами. Строить новые дома, чтобы не разрушать разваленные. Второй фундамент. Вот они под стекло поставили. Мозаика. Пятнеется. Ого. Вот прям вот так вот целая улица, чтобы не повредить. Вот это они молодцы. Хорошо. Продолжение следует...